можно назвать их свойства объекта вот у нас то что я говорил еще позапрошлым занятиям сколько человек добавилось добрый добрый дам там кто-то скидывал вам еще какой-то 21 ну кто-то так бывает что непредвиденное обстоятельство хорошо мы добрались до стиле что здесь можно дальше делать этот стайл тоже объект да получается ну по структуре можно до сразу color до присвоить белый цвет присвоить если заглянуть там есть еще и такая что-то который вообще вот так вот записывается интерес неудобно но можно и так можно и так в принципе просто писать одну строчку все с я скопируем вставляем то есть вот пожалуйста мы добрались вроде же не сложно давайте сделаем недомашку вот у нас замечательно написать функцию шахматная доска 8 на 8 с выводом куда давайте давайте посоздаем элементы по выводим на страницу меня вот страница пустая да я для бати задам пашу проще его было искать ну это тогда комментируем да ребят всем добрый вечер кто онлайне у нас старт занятия с практики закрепляем то чего у вас голове есть вот у нас баги какой элемент будем создавать танчик давайте фигуру как вы там говорили документ это элемент да давайте фигура ну вы с ним знакомы это точно у него есть еще какое-то содержимое да давайте их попробуем картинка будет внутри фигуры так им джи и фигуру ну вот создали они с ними существует себе в джессе спокойненько никто их не трогает чат пять человек да да роман google meet не так как hangout все это чуть-чуть разные вещи если вы об этом вот но в общем есть хорошо мы сказали что мы нашей фигурки можем стили каких-то до достать бордер ездишь такой есть и где это тут самом низу мы ставим нашу фигуру начала баги сейчас по идее где-то там внутри баги должен появиться так фигура как минимум границы вот она есть до границы давайте поедем зададим 10 пикселей вот есть и поедем они так хорошо у меня наверно 5 бразер то нужно свернуть вот все есть но то что они до краев это особенности тега фигуры марджин это нормально давайте сделаем 3 пикселя границу вот она есть замечательно вроде все хорошо все появилось давайте вы говорите что мы с ним будем делать и мы будем делать то есть вы как раз озвучите те моменты которые вас смущают то ребята мы сегодня те кто в онлайне занимаемся первые как минимум полчаса созданием добавлением и изменением html элементов из javascript а поэтому ваши пожелания вопросы тоже будут учитываться поехали давайте найдем у нас есть так и нич даем какую-нибудь картинку красивую смотрю у нас копировать ссылку на изображение что у нас еще есть у нас еще есть так и дичь у него есть какой атрибут до ста или хорошо дальше фигура припендит имидж фигур имидж давайте смотреть на эту магию а вот и картинка то есть вы помните да что мы можем так как это объекты мы можем не ставить напрямую сет атрибут можем просто задать ему атрибут если мы точно знаем как он пишется фигур имидж допустим именно атрибутом заметьте здесь не ставим тут без пикселей вот просто 300 пикселей ширина у картинки давайте убедимся что на 10 так имидж ширина 300 атрибут готов вот 连итет это Weber уже опять нас Давайте посмотрим, что вас здесь мешает. Виталий баловаться. 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 Есть. Так, давайте мы снижимаем изображение. Еще раз. Создаем массив. Пока ничего не происходит, мы создаем массив. Массив красивых картинок. Есть. Чтобы не было ошибки, пустую строчку добавим. Вот у нас есть массив картинок. Есть. Давайте теперь выведем все это внутри фигур разных спотписей. Сейчас у нас выводится одна фигура. Давайте сделаем несколько фигур, и каждая будет содержать свою картинку. Давайте, давайте. Вот. Еще нет. Что намешает? Так. Я для этого сейчас стелим немножко. А, ну пусть будет так. 25%. Ширина 25%. Есть. Четыре должно влазить. Наверное. Давайте 20. Бордербокс. Лень прописывать. Так. Хорошо. Вот у нас есть фигура. Да. Как бы с наполнением. Ну, есть какие-то элементы. Figure Image. Чтобы вывести, вернее, обработать все элементы массива. Что нам требовать? Но нам нужно сделать массив фигур. Правильно? Чтобы сделать из одного массива другой, что мы используем? Ну, для данной, наверное, задачи через мэп надо идти. Да и во многих других тоже через мэп. А, не туда. Так. Ну, мэп у нас чего? Возвращает же, да, массив? Да. Давайте так. Фигурес. Поехали. Остальные вы уже, в принципе, знаете, о чем делать. Нам нужен что? Элементы, да, в принципе, больше ничего не нужно. Или давайте я назову прям Image. От того, как она называется, ничего не изменится. И что мы возвращаем? Давайте посмотрим. В принципе. Вроде как элемент массива быть. Элемент списка. Да. С каждой итерации мы можем... Можем или нет? Нет. Давайте, раз у нас картинки, тогда вот фигур-имидж. Да. Один имидж, это будет фигура-имидж. Склонировали. Дальше что у нас получается? EMGS. Ну, то есть вот это вот все. Ширину я тоже вверх. У нас получается вот это вот все. Равно. То есть мы создаем наши элементы. Так. Вот так. и все молчат да показываю вам но это если вы не здесь что делать расстраиваться точно не надо но так он модом смотрим возвращать дубликат узла дип вот наш дип необязательный если там true дети узла должны быть планируем то есть children и если fox без children вот не страшно что вы не помните там все методы и так далее страшно если вы не знаете где посмотреть да мы склонировали нашу фигуру вот эту которую мы создали и для того чтобы каждый раз у нас новая картинка создавалась то есть не в старую все добавлять не в одну переменную а в новую вот и собственно записали сорсы возвращаем теперь у нас давайте вот это вот показа комментирую если выведу в консоль наши фигуры давайте тут не фигуры лучше будем назвать правильно у нас имидж из уже есть одна одна картинка есть а здесь целый массив что у нас получается консоль а какая зната фанкшен это она естественно она же что-то на сверху и видите как я спешил спешил вот они у нас фигу массив картинок разных картинка как тег она же картинка как элемент массива и объект джаваскрипта теперь ошибки можно вот сейчас секунду я посмотрю если вопросы почему мы map делаем да спасибо павел я вот как раз и справился все верно у нас массив один имидж с map нужно делать на имидж с вот у нас фигуры это теперь массив не ссылок на картинке а массив элементов имидж да ребят если у вас в онлайне там есть увидели что я где-то не не досмотрел или вопросы вы лучше в микрофон через данное предложение приложение не совсем есть возможность видеть часто вопросы вот у нас есть массив картинок я так понял что он просил чтобы мы его вывели именно в документ таща секунду шо вы начали минул документ не все так сразу понял мы же почти чуть константин вот у нас есть массив картинок теперь нам бы это превратить массив фигур с подписями но неважно какие подпись будет у нас есть массив один давайте теперь матку по нему проведем вот тут уже фигуры мы делаем мат да здесь у нас поступает имидж уже мы как обычно фигуры чтобы увидеть результат выведем в консоль то что у нас получилось дальше мы опять же у нас есть фигура давайте я где-то вот здесь вот вот я фигуру подписи менять не буду пусть она так вот и остается дальше где у нас где у нас где у нас вот у нас мам мы что у нас одна фигура это будет он вот этой вот фигурки чтобы каждый раз новым создавать он фоллс без внутренностей почему без внутренностей смотрим фигура тут неважно пент или припенд давайте припендим и имидж да тот который поступает нам в качестве элемента фигура а рано нам нужно теперь спланировать их action здесь мы струк а почему здесь то я не хочу каждый раз выдумывать подпись у нас будет одна так как текстовая нода это все равно дочерняя это помню да то есть вот этот текст это текстовая нода которая является дочерней поэтому здесь мы планируем с параметром true чтобы и потомка спланировать вот и здесь мы что вот есть все дальше смотрим до сохранил сохранил есть так где-то ошибку сделал фигура без монетизирующим а ладно давайте вот так вот будет да из-за одинаковых названий он запутался фигура клоны без над и функции ничего а а дал видите есть вот все у нас теперь массив фигур с бордером внутри которых children нам идет пока ничего не идет фигуру 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 претон а потому что на риту ValleyПриньи предопады free вот по кирург открываем фигурку children и мидж вот он уже внутри тоже нас уже массив которых фигура в которой и мидж А еще там есть фиркэпшен. Мы из массива. Давайте еще раз. Из массива просто ссылок на картинки. Сделали сначала массив картинок. Из массива картинок мы сделали массив фигур с подписями. Это все пока в джессе делается. Нам пока не надо. Зачем нам выводить, пока у нас ничего не собрано? И вот только сейчас мы можем наш массив фигур... Ну, здесь нам уже изменять массив не нужно, поэтому я люблю метод фарыч. Все верно. Ну, вместо фара, фарыч самый простой. Работает же. Что мы можем? По-хорошему было бы неплохо вот здесь вот... То, что я говорил. Документ. Здесь название переменной, конечно, хорошо, но было бы неплохо. Так, мы теперь фрагмент. Тут, в принципе, append, prepend нам без разницы. Ну, в начало или в конец вставлять. Если мы просто массив, то каждый следующий будет вставляться все равно в конец. Поэтому тоже не важно. Нет, но оно может ставиться после скриптов. Да. То есть тут нужно понимать, что оно ставится вообще в конец бади и даже после скриптов. А это, да, это уже плохо. Поэтому... И у нас там где-то был бади. Вот он есть. Теперь мы можем спокойно бади, prepend, фрагмент. Давайте посмотрим, что вышло. Ну, картинки, да, не все прогрузились. Ну, в принципе, да. То есть мы собирали, собирали, доводили до нужного нам состояния. И только вот, ну, фактически, ладно, мы могли это сделать одной строчкой в баде, но чтобы постоянно не дергать HTML и DOM, мы единоразово их вывели. Вот, ну, и вывелись, вот, пожалуйста. А, ну, видно же. Я понимаю, нам сказали, что ничего не сделаешь. Ну, вернее, сделаешь. Ну, по размерам то такое. Да, мы можем... Ну, тут, где-то, где-то. Здесь комментируем, на, и, по-моему... Ну, тогда они в таком формате. Давайте мы изменим просто дисплей. Дисплей. Line. Let's... Ну, и картинки, естественно, по-разному. Тут бы давайте продолжим. Так. Надеюсь, я правильно пишу. Поэтому я люблю больше CSS текст, потому что там я точно знаю, как пишется свойство. Вот, ну, вроде есть, да, хорошо. А у фигур имиджные, чтобы они... Высоту сделаем 300, чтобы все было одной высоты. Вот, пожалуйста. Тут все есть, все выводится, все отлично. Все на... Ну, не знаю, что не прогрузилось. Я там удалял, конечно, кое-что. Давайте нормальную картинку. Пойдем. Это у нас... Вторая картинка, чтобы увидеть, что и она есть. Все, вот, пожалуйста. Все преобразования мы ввели внутри джавоскрипта. Ну, пока мы не получили вот в последнем массиве фигурс, пока мы не получили все фигуры в нужной нам комплектации, мы их не выводим. Зачем? Зачем лишний раз обращаться к дому, дергать его, просить, чтобы он перерисовал каждый раз? Мы получили вот то финальное, что у нас есть, и все. И потом за раз фрагментом вывели. Да. Чтобы... Не, мы могли, конечно, да, вот здесь вот в цикле сразу аппендить в баде, но это с каждой итерации баде бы перерисовывал весь HTML. Ну, вернее, браузер перерисовывал бы весь дом. Зачем? Не нужно это делать. Ну, и ему аккуратненько сложили и одним разом перерисовали. Сберегли ему силы. И нервы, да, совершенно верно. Константин? Да, все очень даже доходчиво. Вот. Ты чуть-чуть начинаешь понимать, для чего мы до этого все это учили. А в СКМ и СКМ, чтобы потом знать, куда его тут лепить. Да, я еще на позапрошлом занятии вам говорил, что повторите объекты, массивы, циклы, потому что дальше, скажем так, это все безусловно должно пониматься, а изучаем мы только какие-то особенности взаимодействия с домом. Для преобразования массива map, для перебора for, for each, for all, ну, любой for, который вам удобен. Немножко путает то, что оно в середину зашито. Ты себе подразумеваешь, что надо писать кучу всего, а тут в одной строчке все решается. Ну, да, да. Это просто надо принять. Понимать, почему оно так не стоит. Просто принять, что оно работает вот так. То есть for each сам перебирает, map сам перебирает. То есть он перебирает, а уже возвращаем мы какие-то вещи. В принципе, оно жизнь программиста облегчает, но опять-таки надо запомнить и смириться. Да, все верно. Вот, пожалуйста, был массив, сделали еще два. Вывели все одним махом. Я же говорил, домашнюю переделать, подобрать похожие задачи несложно. Давайте я теперь с вопросами. Вы уже поклацали. Вы мне тогда говорили, мы поклацаем, будут вопросы. Вы поклацали, где вопросы? Да, еще немного поклацали. Такое ощущение, вроде бы задач меньше, а не успеваешь все равно. Ну, потому что эти задачи уже, я же говорю, базируются на том факте, что вы точно знаете и понимаете весь предыдущий материал. Будем догонять пробелы. Да, склон нод. Понятно? Ну, все понимают, как мы клонируем и зачем. Ну, это к тому, что мы с нодами тогда разбирались, с элементами и нодами. Зачем клонируем? Для того, чтобы скопировать, склонировать. Да, то есть если мы будем вставлять и аппендить каждый раз, допустим, вот этот перемен, это будет один и тот же элемент, в котором будет просто меняться содержимое, ну, source, и мы будем его вытягивать из одного места, вставлять в другое каждый раз. Ну, потому что мы его один раз создали, да? Ну, это к тому, что у нас ссылки будут на один и тот же элемент. Да, совершенно верно. Ну, здесь нам попроще, если с обычными объектами нам там помучаться надо, чтобы создать новый, то здесь мы просто клонируем. И все, и фактически вот этот имидж, это каждый раз, с каждой итерацией мапа, это будет новый имидж. А здесь мы, скажем так, мы их создали и подготовили вот в этой части шаблоны того, что будет в будущем, чтобы 10 раз потом не писать. Вот мы как с темплейтом поработали. На самом деле особо сложного тут ничего нету, просто опять-таки надо привыкнуть. Ну, да, сколько же можно привыкать-то. Вы уже все события знаете. Ну, да. Мы как раз на этом примере сегодня и поговорим про события. И про делегирование. Да. Да. Блин, это у всех, да? Ну, ладно. Сейчас. Давайте посмотрим. Роман, а можно вопрос повторить? Это что-то плохо слышно было. Сейчас я покажу эту проблему, я так понял, она у всех есть. Работает. Правильно ли работает? Сейчас. Просто смотрите. Так, map. Ну, на самом деле, во-первых, неважно, как мы называем вот эту переменную, суть у нее не меняется. Это та самая переменная, которая от метода map поступает первой, а это значит элемент массива. То есть тут можно вот тот самый элемент. Так. Окей. Шаблонные строки. Здравствуйте. Кто мне скажет? Type-off в шаблонной строке. Да, именно стринг. Я даже не буду выводить массив. In, minus, art. Пусть нулевого элемента. Type-off. Давайте смотреть. Так, сохраняем. Смотрим. Ваши. Консоль. Стринг. Будет ли стринг, или сможем ли со стрингом работать так, как со HTML-элементом? Конечно же нет. И я так понимаю, это у вас общая болезнь. Ну, массив стрингов. Здесь div. Видите, как у нас выше написано в массиве, а как здесь. Здесь вот это div, это часть строки. Это не HTML-элемент. Потому что шаблонная строка нам выдает стринг. Ничего, не объект, не стринг. Все. У нас четыре элемента строкового типа. Ну, получается, сначала мы должны создать элемент. Ну, там. Создать именно элемент. Ну, да. А в него уже вложить. Шаблонные строки у нас для чего? Для того, чтобы строки выдавать нормально. Не элемент, а именно строки. И если мы теперь, давайте я поинтю, новому массиву. Я, с вашего позволения, буду сразу оттендить. Пожалуйста. У нас, как говорят, тупо текст. Все, приплыли. Никакие не HTML-элементы. Это текст. Хотя, операции мы что-то здесь, что здесь, делаем те же. Но вот этот. Но мы же сам DIV не создали. Во. Но тут же же DIV. Так он же в шаблонной это не элемент, а просто как кусок текста. Хорошо. Ну, грейт элемент 10. Секунду. Так. Это там. Давайте. Я шаблонную строчку оставлю. Тут в этом был вопрос. Пожалуйста. Шаблонные строки работают только так. Они выводят текст. И да, у нас вывел объект HTML-DIV элемент. Ну, все так, как мы и хотели. Во всяком случае, тоже попросили. Может, хотели мы другое? Ну, да. Да, то, что нас попросили. Вывести DIV. Вывели DIV, пожалуйста. С элементами список. А это какая задачка? Понимаете? Да. А вообще, ну, на самом деле... Секундочку. Просмотрите в один из предыдущих занятий субботник, там, про callback-функцию. А вот это вот... Давайте не так. Да. Вот это вот. Вот это. Вот это то, что я вырезал. Это все callback-функция. Ну, тут... Еще раз. Ну, то же самое. Просто здесь у меня стрелочная, потому что нам, в принципе, ZIS не нужен. А можно и обычную. Какую функцию вы не используете, так и да. То есть тут без разницы, какую, обычную или стрелочную. Необходимо использовать шаблонный строк и функцию macro. Тут просто по ТЗ. Но нужно учитывать при этом, что вот если мы хотим работать с ним дальше, то будет беда. Можем попробовать, конечно, не пропендить. Так. Пошли подпасить у вас. А, ну да. Вот. Ну, теперь у нас здесь беда. Давайте. Я верну дивы. Вот сюда. И мы посмотрим, как оно работает. Я сейчас все верну. Так. Накопируем. Вот. Есть. Это так. Это так. И пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Где наша консоль? Где-то... Ну, вроде, что нужно, да? InRHTML плюс равно. Или в баде у нас. А, по-моему, все хорошо. Оно отработало. Вот только в баде. У нас нет... Может, не хватает документ баде, нет? Не, ну, документ баде не хватает. Мы баде уже определили, поэтому... Здесь он не нужен. Так. Это я ошибся. Поспешил вернуть. Вот у нас баде наш. InRHTML, фигуры... А, ну да. Все, прошу прощения. Вот они и есть, дивы. Я же добавляю в конец. У нас там картинки в начале. Вот, пожалуйста. Вот теперь дивы вставились. Но только через InRHTML. Ну, то есть мы разметку можем вставлять через шаблонные строки только в InRHTML. Вот в таком варианте. То есть append тут уже не подходит. Или prepend, или какая-то вставка объекта. А нам в домашке тоже лучше inner использовать, а не prepend? А, вот сейчас я... Вот у нас наши дивы. В домашке в какой? Ну, в той же седьмой. Седьмая домашка. Использовать шаблонные строки и map. Если вы через шаблонные строки создаете элемент, то у вас другого выбора нет. Через append оно вставить текстом. Окей, спасибо. Ну, лучше, конечно же, да. Это пока шаблонные строки, все круто, хорошо, но с create element, скажем так, шаблонные строки и разметка не совсем гибкие вещи, если они вместе. То есть мы через create element можем создать элемент, сделать с ним что угодно, а шаблонная строка вот просто вот так. Это у нас, если у нас уже есть, скажем так, а и то. Писать классы вот здесь, разметки, размечать, очень печальненько получается. Но можно. То есть иногда так делают. То есть тут нужно четко понимать, что вы куда вставляете и как оно выйдет наружу. Если это шаблонная строка, это текстом, append оно только текст, только string. И на HTML это единственная из всех вариаций, которая нам может прочитать разметку в тексте. Ну вот это вот, это тоже, но там долго писать, и он уже устаревший. Ну там... Да, и сейчас... Где он тут? Если мы перейдем... Где у нас тут предупреждение? Так, этот документ-фрагмент... Так, ну да, он вставляет элемент текст и так далее. Сейчас где-то про него написано. По-моему, в выводах. Ну то есть был метод insert-adjustment для вставки, современные методы, ну и так далее. И документ-фрагмент, в отличие от аджасмента, работает с узлом. Ну, прям с коллекцией дом узлов. То есть можно и вот этим вот делом, но, скажем так, это более устаревший метод. Так. Вот. А так, в принципе... Ну, опять же, единственное, что я хочу сказать, и на HTML это не совсем безопасный способ работать. Это вы можете использовать как разработчик, и все. А если там вы вставляете что-то от пользователя, то точно через HTML не стоит. Потому что мало ли что там за код может быть. И любые данные от пользователя выводить на страницу лучше только через текст контента. Потому что вам текстом могут и какой-то скрипт впихнуть. Зловредный. Да, 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 да. Там это происходит запрос в любом форме. А что? Поэтому у innerHTML есть не самый безопасный способ работы с данными. Текст с контентом, только текстом, но текстом вставилось и не отработало. А вот innerHTML, как мы видим, он уже читает теги и, собственно, выполняет все то, что нужно. Так, сейчас, Наталья, секунду, вопросы. Можно же сделать багины. Да, ну, мы так тоже сделали, Павел, спасибо. И уже объяснили, почему. Ну, и нужно учитывать, что тут не просто равно, а плюс равно, чтобы оно не замещалось, а добавлялось. Это тоже нужно помнить. То есть, когда начинаются шаблонные строки, слишком много нужно лишнего помнить? Чем думать над своей задачей. Прояснилось? Хорошо, еще вопросы. Возвращаясь к домашке, мы же там просто дивно ли меняем, правильно? Ну, конечно, да. Ну, в виде пункта списка. Это список у нас OL, OL и лишки. Ну, либо нумерованные, либо маркированные, и лишки внутри, да. Я поэтому, собственно, и начал с нашим массивчиком, чтобы было похоже на домашнее. Спасибо. Вот, надеюсь, на что в домашнем там функцию создаете, да, массив, принимаете там чуть-чуть пошире функционала, мы упростили большую часть. То, чего не касается элементов. Ну, там массив у нас тоже уже заданный, мы не должны там... Нет, ну, я имею ввиду, функция не принимает, мы сделали попроще, у нас все есть, мы просто это анализируем. Ну, да, там массив есть, но мы без функций, без всяких, без внутренних вложенностей, просто поработали с элементами. Так. Ребята, у кого-то вопросы еще есть в онлайне? Ника, Виктория, Артем. Нет, уже нет вопросов, спасибо. Отлично. Если нет вопросов, это хорошо. Что нужно помнить, это что возвращает нам шаблонная строка, что читает или воспринимает тот же innerHTML, innerText, append, как он может вывести, и, собственно, и не пугаться. Если нас просят в задаче вывести на страницу в виде пункта списка, то есть на странице должен быть список. Список на странице это только лишки, и лишки не в формате, вот здесь вот, сверху написано, ли, такое-то, такое-то. Ну, прям текстом, нет. Оно должно быть именно списком. Давайте сделаю совсем неправильно. Такого быть не должно. Документ в валидацию не пройдет. Вот они. Картинки испортились. А, ну, потому что мы текст один и ставили. Вот они лишки. То есть вы вывели лишками, все отлично. Да, ну, это текст. Это просто стринг, который вывелся вот в качестве стринга, и это не элемент на странице. Ну, такое все делать умеют. Мы просто его не туда написали, опять-таки. Ну, может и туда. Но в таком-то формате даже вот теперь лишки, это лишки. Вот они. Пожалуйста, ли. Что, скажи, почему нет здесь точечек? Уэлл забыли. Уэлл забыли, совершенно верно. Давайте его простым способом добавим. Самым простым, что у меня есть. Эй, не пишем разметку. А, ну, да, конечно. Он же сам закрывается. Да, не прокатит так. Почему не прокатит? Опять же, уэлл здесь и уэлл там. Он сам закрывается. Бадди его сам закрывает. Ну, умный сейчас HTML. А тут, может, не инерта, да? Или тоже не сработает? Да, сейчас сделаем. И все. И все. Должно. Вот и вся магия. Да, совершенно верно. И да, у нас не закрывается в коде уэлл. Он закрывается сам собой. Бадди его сам закрывает. Ну, вернее, не бадди, а браузер. Вот мы вывели в качестве списка всякие чудные вещи. Все понятно, но вы же его запушите, правильно? Конечно, конечно, да. Но мы можем сделать еще лучше. А ну, вспомните, пожалуйста, метод массива, который добавляет в начало элемент. Все, пожалуйста. И нам даже лишние перемены не нужны. И вот это не нужно. Так, где-то промахнулись. Имиджар имиджар. Что у нас с массивом? А, лишка не добавилась. Что-то не захотел. Да, в конце есть. В начале. Вот и в начале. Так, но все равно у нас выводится уэлл самозакрывающийся. Не прокачивает. Такой вариант. То есть первый оэлл вывелся, он сразу же и закрылся. Просчитался как тег, поэтому да. Вроде бы как в массиве прокатило. Все, ну да, вот такой вариант решения нам подходит. Пожалуйста. Вот в таком варианте. Вот если шаблонные строки, то вот. Закомментировал лучше. Вопросы? Что еще вам непонятно из создания, добавления, вывода? Да. В принципе, еще все в куче, но уже более ясно стало, что с этим делать, с этой кучей. Как ее распределять. Да, куча разобралась. Стало видно, что в ней лежит. Ну да, вообще, что с ней делать, с какой стороны подходить. Вопросы еще? Нету? Да, давайте до 20 минут перерывчик тогда и продолжим уже с событиями. Спасибо. 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 Угадаем. Да. Нет, тут вопрос в чем. Вот восьмой задача. Элементы нужно выводить уже не шаблонной строкой, не button. Ну, не button не в шаблонной строке, а полноценный HTML элемент. Ну, так проще с ним дальше работать, учитывая, что вы сразу же вешаете события, а не потом, после того, как он появился в HTML. То есть, сначала создали button, повесили события, обработали и только в конце вместе со всем набором вывели в HTML. Ну, да, да, ну там еще кнопка. Вот эта плюс кнопочка как раз и... Текст-контент вам все преобразует в текст. Расскажу почему. Да. А как на конце времени? Да, конечно. Баттн или нет? Не, не button. Баттн текст-контент и все. По стенам. Хорошо. 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 Of Cl�то Nyam. Хорошо. Но буквально, не платить дотрону. Корректор а а а а и и а и и и и и и а и и и и и и и А, да, да. Да. Как ты можешь? 5300. Нет, так в принципе, наверное, не все. А просто не выводить кратус с вами до того, как надо. То есть выводить его только после того, и в том случае, как пользователь ввел что-то. А если он ничего не ввел, то там же что-то делаешь. Ну и тогда и внулять не придется. Так уж текст контент, допустим, зачем им присылать пустое, если он и так пустое. Нет. 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 Нет, pounding. Нет. 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 А обязательно не fun Exactly, картинно. Нет. а зачем а зачем просто скрывает он и так скрывает он же считает что он он закрывает то есть это лишняя операция потому что он и так скрывается а при следующем там обновляется значение то есть тоже бессмысленная строчка нет лишние действия четыре крыла и два не участвуют птичка красивая с четырьмя крыльями но два не участвуют мы вернулись продолжаем углубляться в события у нас есть даже список давайте со списком это работаем так но я теперь уйду от шаблонных строк потому что чтобы теперь нам лишки найти нам нужно еще раз писать документ и кларе селекторами еще какие-то вещи так сразу чтобы не забыть люди просили еще раз еще раз ну с этим есть поехали хорошо продолжаем работать кое-чего мы закомментируем так у нас вот эта вот штука создавалась почти правильно на только мы давайте ли будем до возвращать раз уже так чуть-чуть меняем шаблонный строк избавляемся новый массив ойл давайте создадим нормально теперь нам нужно и наш фарыч до встречи от встречи к и и и и и и вот теперь наш список вначале вот это я перенесу тоже чтобы мы видели и все то что выше кроме комментируем то есть нам картинки не нужны сейчас работаем чисто с этим списком есть сверху остался только баги если мы нажимаем если мы нажимаем на ли все помнят как свой путь проходит событие клика до сверху вниз до лишки а потом наверх а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы создадим тот же спан. Продолжение следует... Мне понравился этот цвет... Только здесь у нас будут баны. И вот здесь вот ли... Даже вот так. Лучше, конечно, разделять все это дело. Создание элемента и его добавление. Но раз уже мы делаем... Покажу, что так тоже можно. По-хорошему мы должны были написать... Вот это вот все. И аппендить новый спанк. И добавим, наверное... Маржин. Ну, да, вот, как бы, есть. Даже нажимаете. Сделали из спана кнопку. Если это button type button, то, в принципе, вы можете и спан сделать. Единственное, что функционал нажатия на button уже по умолчанию как-то прописан. Если у вас в стиле не подгрузились, то все равно будет кнопка. А спан будет просто спан с текстом. Но зато вспомнили, что и как можно делать. Есть? Итак, если нам... Если мы хотим... Чтобы при клике на каждый спан у нас менялся текст, вернее, фон гришки. Но спана у нас много. Каждый раз закидывать event listener очень-очень тяжко. Что можно сделать в этом случае? У нас есть наш лист. Да, наш список. Мы ему можем добавить слушатель события. Который будет отрабатывать. Event у нас будет. Будет слушать клик. И если... Давайте. У нашего таргета... У нашего таргета... Как найти родителей? Ну, таргет родителя как найти? Ну, это поиск. Closed. Но нам нужно указать. А дальше? О, да, parent. Parent элемент. Style. Так, ладно. Background. Color. Ага. Конечно. Ну, вот такой вот. Давайте попробуем. Так, что у нас... Log. Log. Target. Спан. Да, на спан нажимаем. Все, окей. Все, окей. Дальше. Может я... Тегнейм. Ну, да. А, все. С большой. Видите как? Маленькая ошибка и... Вот, пожалуйста. У нас теперь всего лишь один слушатель, который обрабатывает все события и работает не просто с каким-то, да, фоном, а с текущим фоном текущего элемента. Это и называется делегирование. Делегирование событий. Вместо того, чтобы вешать эти клики на каждый спан, а их у нас может быть миллионы, мы взяли одного родителя, вернее, предка, не родителя, а предка, потому что родителю нашли. Мы взяли предка, одного для всех, повесили событие на него и отлавливаем только target, то есть цель, куда мы нажимаем. Если при этом мы нажмем не на кнопку, давайте обновлю, вот просто на лишку, видите, клик отрабатывает, но мы ничего не делаем. То есть ничего не происходит, у нас просто вывод в конце. Можно, в принципе, тут else fault, ну, вернее, else return написать. Все, до свидания. Чтобы вообще ничего не делать. Вот эта вот самая штука и называется делегирование. Когда мы передаем, делегируем события с потомков одного какого-то общего предка. и дальше фильтруем только по объекту события, у него есть target, да, то есть конкретный элемент, на который нажали. Продолжение следует... ... Продолжение следует... 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 тут мы в принципе вообще можем менять не на белый а хорошо уделяется белый цвет прозрачно как она изначально опять же мы на всем листе на всем списке отлавливаем события просматриваем какой у нас target и если то что нам нужно меняем все остальное проходит мимо видите в данном случае даже ли не выводится потому что все у нас если ничего выходим нам здесь неинтересно но так как callback функция нас все-таки функция функция когда встречает return она прекращает свою работу мы больше не то что там в канта мы вообще ничего не делаем место у нас не наш элемент если наш элемент то вот пожалуйста и в консоль выводится и клик обрабатывается само по себе слово делегирование может и сложная на самом деле ну вот то есть мы на одного предка вешаем события а потом отлавливаем по какому-то свойству таргет можно не только тэгнейм да можно там айдишку проверять класс до чего угодно то есть дальше мы проверяем те элементы которые на те свойства цели которые нам удобны и находим нужно если нужно его если это спад допустим нашем случае тогда все тогда мы работаем если нет до свидания и у нас получается всего один event list всего один не миллионы 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 а один и если вот здесь вот вверху вот этих вот картинок будет в разы больше все равно будет один event list на просто будет проверяться условия что получаете не ну так у вас все равно клик будет по какому-то определенному элементу и я в принципе не встречал жизни таких задач кота нажмите понятно на что на чтобы что-то было но это то что вы озвучили мы даже если вы не знаете каком месте но у вас пришло у есть консоль можно поэкспериментировать вывести клоузы с родителя соседний элемент вперед-назад next элемент и при сдать но если мы и находим и вы увидите всю картину или найти сразу родителя вывести его в консоли вы увидите кто в чем лежит и на каком она месте даже если мы не знаем изначально структуру но там не знаю у какого-то определенного элемента внутри мы нас знаем только его название но не знаем где он лежит поменять берем элемент выводим консоль смотрим где лежит находим все работает до тех пор пока структуру нет такой вряд ли если меняют структуру значит меняется все все обработчики и тогда тем более мы можем внутри искать через query селектор но внутри элемент так как и внутри документов get элемент бай много чего байк лазба и дин вайт огней нам ничего не мешает ухты даже в чайке просто ребята в онлайне вам как материал заходит да очень все понятно остальным кроме константина тоже все понятно принципе это то что мы делали на прошлых занятиях до продолжаем это те же события единственно тут сегодня у нас в теме делегирования давно делегирования дефолтные браузерные события всплытие погружения и отлов событий мы с вами уже даже прошли у нас было время одеть 10 до действия браузера по умолчанию смотрите правил он дефолт я вам показывал return false показывал единственное что тут нового было это дефолт правил дефолт правил этот нам рассказывает о том что если у нас события уже было отменено вот это вот был давайте так если было отменено события на цели то значение свойства дефолт правил он будет равно фолз я наоборот true сейчас покажу давайте блин ну придется спан 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 я на спан повешу тоже event list ну что делать но здесь я напишу следующее принципе дальше нас не интересует и вот здесь мы в консоль выводим дефолт дефолт где-то а стоять вот дефолт правил и фолз то есть пока все это у нас фолз почему почему на списке фолз если в спане написано event френд дефолт хорошо а чан с чан с чан с чан с И так будет холост. Хотя на спане. Если вот это событие, скажем так, если мы отменяем это событие на спане, значит оно больше нигде не должно возникать. Оно же у нас погружается и всплывает. Если мы на спане отменили, его больше нигде не должны отловить. Да, совершенно нет. Ну, условно. Хорошо, давайте просто не будем. Не будет спана. Убедили. Все. У меня и сон голодный. Только она теперь везде. Да? Ага, да. Да. Все. Либо что. Вообще. Default Prevented? Да. И поэтому... Так, сейчас. Мы что куда аппендим? Appending New Link, 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 Link. Так, ну, вроде все. Давайте так. HRAP. Есть. Ну, что, пойдем на Google. Пойдем на Google. Так, смотрим. Event Prevent Default. По клику на... Окей. Еще не срабатывает. Нет, это... Понятно. Я себе. Так. Обновили. Хорошо. Ладно. Давайте по-другому. Так, ссылка. Мы вставляем. Кланируется она со всем своим добром и с листерами, которые на ссылке. Очень нет. Хорошо, что в консоли у меня есть такая штука, которая показывает, что здесь нет. У нас никаких обработчиков. Окей. Заносим вам обработчик сюда. Возможно, в этом проблема. То, что обработчик был на том ринке, мы клонируем новый элемент. Вот, да, теперь события есть. Отлично. Видите, еще один возможный гэп. Мы на линк повесили обработчик. Так как мы создаем вот в этой строчке новый элемент совершенно, на нем обработчика нет. Поэтому тут будет правильнее вот так. Создали элемент, тут же повесили обработчик. Оп, ничего не происходит. И, соответственно, и здесь тоже. Если мы после event-prevent-default вот здесь будем выводить. Видите, оно true. То есть тут, чтобы отловить, нам... Так, натру, да, по-моему, вспомните. Кто подскажет, я вечно забываю, на false или на true у нас с погружением. Давайте мы тогда... Сейчас, где у нас event-prevented. Добавим еще одно условие. На false и все. Погружение отлавливаем. Ну, неважно. Все равно надо помнить. То, что на полмолчания. Вот, смотрите. Prevented. То есть мы можем, если мы отменили стандартное браузерное событие, вернее, отработку, да, на ссылке в данном случае, нам не нужно, чтобы оно, ну, этот клик срабатывал где-то еще или операции по этому клику. Мы можем отловить. Давайте я опять же отделю эту часть кода. Мы можем отловить это через значение default-prevented события. Если оно отменено, тут будет true. Это про одно и то же событие говорится. Про клик на элементе, который погружается и всплывает. Если оно отменено, мы можем по значению свойства default-prevented просто прекратить работу. Ну, в нашем случае я просто вывел в консоль. В примере здесь пишут return, да. Ну, все, конец работы функции. Больше нам ничего не нужно. Но смысл один и тот же. True у нас выводится. А, ну, вот же, что у нас выводится еще раз. То есть это то, о чем мы говорили раньше. Отмена событий через, срабатывание событий через prevent-default, как показатель того, что оно отменено, свойства события default-prevented. То есть если мы отменили срабатывание этого события, свойство default-prevented будет равно true. Вот в таком варианте. Ну, это не задание, тут в общем факт. Если вы отменили события, то, ну, если в нашем случае на ссылке отменено срабатывание события, то не нужно, чтобы оно срабатывало и в других местах, на предках, допустим. То есть на предках это событие тоже не должно отрабатывать. Мы отменили стандарт. И обрабатываем мы его, естественно, где-то в одном месте. И трогать нам в другом не нужно. Мы на нашем списке можем отловить это событие. Ну, то есть погружение, всплытие никто не отменял. Но при этом что-то делать при срабатывании этого события нам не нужно. Потому что мы его в одном месте отменили. Отменять во всех местах, ну, тоже как-то. То есть мы на конкретной цели отменили, на ссылке оно не срабатывает. Списку мы через Default Prevented сообщили, что событие отменено. Все. То есть срабатывание события, вернее, отработка функционала по событию отменена. Он уже знает. И дальше мы можем здесь ничего не делать, а просто выйти из функции и все. Тут не столько вот для какой задачи. Да вообще, для оптимизации, как минимум. То есть вам не нужно 10 раз, что, ну, допустим, у нас... Мы не захотим на ссылку что-то делать? Вот, все, ретон. У нас вообще ничего не было. Без этой строчки у нас на ссылке события отрабатывает клик. Вот он. А мы и не хотим. Все. Ну, отменить мы его на списке не можем, потому что оно вот ссылки стандартные. Так как и у спана, да, не получалось. Потому что браузерное событие, ну, для ссылки как раз переход. Отменить на списке мы его не можем. А вот увидеть, отменено ли оно вообще, мы можем. И при этом ничего не делать. Вот. Это и строчка. То есть тот случай, когда отмена событий идет везде. Вот вообще везде. Тут одна строчка. И, в принципе, если вы на самом элементе не отменили событие, здесь будет false, и оно не сработает. А если вы отменили на самом элементе, значит, так действительно нужно. И здесь выполнять тоже ничего не надо. То есть такая оптимизация полной отмены браузерных событий. Дефолт превентед – это показатель, отменено оно или нет. Превент дефолт отменяет. Дефолт превентед – да, только показывает. Ну, потому что дефолт превентед – это свойство, а превент дефолт – это метод, который срабатывает и отменяет. Ну, там скобочки разницы, видите, там есть, там нет. Все, это объекты, не стоит пугаться. Ну, тут превентед – это такое, а тут дефолт превентед. Там превент дефолт, а там дефолт. Ну, или из дефолт превентед, да. Ну, то такое уже дело. Но из дефолт превентед – это, скорее всего, название для функции проверки. А вот это просто свойство. Поэтому тут нейминг соблюден. Вот, мы отменили, и всем остальным мы сказали через, скажем, проверку дефолт превентед, что оно действительно отменено. И у нас ничего не должно отрабатывать. Ну, потому что ту же форму отправить можно, не знаю, тремя, наверное, способами. Enter на последнем инпуте, клик по кнопке Submit, и тоже, вернее, событие клика по кнопке Submit и событие Submit по форме. Ну, это будут три действия, которые делают одно и то же, отправляют форму для обработки на сервер. Ну, там, форму входа, регистрация, так, кнопочка отправить. Некоторое Enter на последнее, и оно тоже отправляется. Событие Submit на форме, событие клика по кнопке Submit. Это вот к одному и то же действию ведут. Конечно, у нас же событие клик, оно погружается, всплывает, да. Совершенно верно. Ну, то есть у нас лиснеры могут быть разные, а события, если один клик произошел, то он везде произошел. Кинули камешек в воду, он в одном месте ударился, а волна везде пошла. Поэтому, да, событие клик – это будет одно событие для всех. Ну, в данном случае. Для всех детей и предков, давайте так. Для всех потомков и предков событие клик – это будет одно и то же событие. В этом случае. Мы нажимаем там. Если какой-то маус-овер и так далее, то да. Плюс через Prevent Default мы сможем структуру, ну, такие сложные события, да, отменять. Клик, маус-даун, маус-ап. Маус-даун отменили, все, клик уже не прошел. Потому что клик – это когда отпускаем кнопочку. Ну, и опять же, если у нас на маус-даун что-то отменяется, Prevent Default на клике тоже можно учитывать. О, а нет. Потому что нет у нас браузерного маус-даун в нашем случае. Не тачпад. Ну, вернее, не смартфон, когда мы пальчиком опустили. Это вроде бы клик, но не совсем. А надо еще полистать. У меня, кстати, на некоторых сайтах не срабатывает. Видимо, как-то корявенько отменяют они маус-даун. Ну, или там, не помню, touch move как-то так идет. Там больше с touch-ами события идут. Это, что касается, ну, более расширена версия Prevent Default. То есть передали через Default Prevented. Тут мы ничего отменить не можем, но можем учесть. Все. Вот наши есть. Сюда же у нас делегирование, передача родителю. Что у нас сегодня за суперсерьезная тема еще. Bubbling, capturing, да. Ну, всплытие и перехват события. Вот мы уже с вами как раз посмотрели. То есть передаем третий параметр в Amendment Listener. False. Да. Или true. Отлавливаем на погружение или на всплытие. В зависимости от ситуации. Отлавливаем на погружение. Отвыти. 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 по событиям какие еще вопросы более-менее понятно что менее понятно виктория можете озвучить да ну в принципе более-менее все понятно это я прочитала что 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 менее понятно сформулировать сложно в принципе вот я следила все это время как бы за кодом то есть у меня вопросов то особо нет но но не знаю это уже когда за домашки возьмусь и думаю что там может еще возникнет пока понятно более-менее хорошо но сегодня до сегодня у вас необязательной домашки это 8 до помоем до homework 8 вот он давайте еще раз пройдемся принципе при загрузке страницы показать пользователю поле ввода input при загрузке страницы показать раз мы работаем с джейсом создаваем создаем где джейс создаем и выводим события загрузки страницы тоже гуглил да дом контент лоды вот то самое сложное не ну да да а нам нужно именно вот дома поменьше 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 где-то так вот вот нет нет там при загрузке ну ну да ну при загрузке то есть загрузилась можно так за ним вот пока найдешь происходит когда весь html был полностью загружен дом контент а дом большой да прошу прошу вот документы он 300 дом контент лоды у нас вот html загружен это будет служить но почему так потому что вы не сможете работать с html пока у вас html не загружен поэтому лучше всегда использовать ну вот это вот событие загрузки страницы и после того как вся страница у вас загрузилась чтобы вы ни один тех не потеряли лучше внутри обработчиков это нормально это вполне адекватная практика ну там в джессе вот так но пишется больше просто вы дожидаетесь когда дом был загружен полностью весь и только потом начинайте с ним работать это вас скажем так избавляет от кучи проблем при фокусе на поле ввода события фокуса на импуте у него должна появиться рамка зеленого цвета это мы даже делали я ползадачи сделал тот раз при потере фокуса пропадает у нас был синяя рамка если при потере фокуса это событие блюра вот при том же событии когда убран фокус то есть при блюре его значит мы получаем значение в этом же блюре над полем создается спан опять create element спан все дела в котором выведен текст вам даже шаблонную строку поменять только вот это нужно за вас шаблонную строчку написали и рядом с ним рядом в начале или в конце неважно append prepend тоже работает кнопка с крестиком чтобы кнопка была объектом ее нужно запихнуть туда объектом html не текстом не стрингом а объектом inner текст и разметку текстом принимает но это будет текст вам нужно объектом через create element button внутри x значение внутри поля ввода окрашивается в зеленый значение внутри поля ввода то есть color у input становится зеленым при нажатии на x спан с текстом и кнопка должны быть удалены то есть грубо говоря спан удаляете и все ну да значение введенных поля ввода обновляется вот тут что я посоветую прям брать этот спан и говорить ему дыр ну 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 не скрывать а прям до свидания почему потому что при блюре он у вас все равно создается а чем чище ваш у вас будет дом не скрыт спан а прям удален он не нужен чем чище дом тем лучше вот ну опять же проверка на цену если пользователь вел меньше то уже опять же там же в блюре все и все делаете чтобы у вас само событие блюр не растолстела и не заняло полтора экрана в высоту просто делайте это в отдельных функциях которые вызывайте внутри блюра и все написали несколько функций например давайте на нашем коде вот у нас был но были строчки кода до которые отвечали за изменение цвета так мы получаем элемент меняемся на элемент и здесь просто ну чтобы не засорять опять чтобы все было чисто и красиво мы передаем все и теперь иного грубо говоря сам листер у нас код по обработке листера стал намного чище ну и вот это но я оставлю в комментарии ну считайте его нет у нас тут три строчки все обрабатываются отдельно функции и вдруг мы захотим также поменять для чего-то другого у нас есть независимая функция которую мы можем переиспользовать в принципе вам ничего не мешает вот в таком формате все все задача решена я в вас верю вы справитесь так вопросы одиннадцатый давайте одиннадцатый посмотрим так не туда есть вязать функцию подсветки нажимаем их клавиш да 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 ну и и и сейчас и размер у вас есть баттон и ну в чем вопрос поможете вот так на карту ну у вас функция вы нажимаете на одну клавишу она подсвечивается нажимаете на второе она подсвечивается все остальные классы где тут чем она подсвечивается а ну все убирайте синий цвет и все у всех остальных то есть вы на одну нажимаете у нее подсвечивается у всех остальных нет да ну проверяете хорошо я понимаю вопрос как исключить текущую кнопку да вы можете вы можете получить массив кнопок как 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 query selector о да есть хорошо получили мы можем определить есть есть ли в массиве данный элемент ну вот конкретная кнопка и есть ли она в массиве можем определить можем то есть мы можем исключить конкретную кнопку и обработать все остальные остальные в черный если то есть остальные мы мы эту закрашиваем синий мы ее исключаем из тем же методом фильтр далее работаем с остальными если у них был синий цвет мы окрашиваем черный все но логика тут понятно все шаги мы только что озвучит мы можем получить массив мы можем найти нужный нам элемент массиве его и индекс да там индексов у нас есть что у нас еще есть если вообще на то что есть элемент мы проверять не будем проверяем индексов все кроме этого индекса мы дальше или через фильтр вообще фильтруем массив все кроме текущего а зачем а зачем а если вы сначала везде почистите как вы определите у кого был черный синий мин чистить не надо вам все равно у вас по задаче не стоит чистить вас по задаче если был синий становится черным изначально у них нет цвета все изначально цвета ни у кого и так нет ну ну да ну грубо говоря не устанавливается давайте так то что все с с там был то она есть она устанавливается ну да тут бэкграунд черный ну не совсем черный серый можно сказать опять же возможно стоит уточнить что имеется ввиду под черным вот это черный который в стилях но не черный 33 33 3 а это не черный цвет это темно-темно серый а тут черный то есть нужно его делать именно черным или вернуть предыдущий цвет вот ну уточните ну просто никите там напишите опять будет проверять он он для себя уже решит это этот цвет или другой черный с моей эпидентичности я бы сказал нет у вас не черный это с темно серый делайте черный ну тут такое дело то есть вот вот такие неточности в задачах тоже нужно уточнять не стесняйтесь ну вот то есть в принципе фон черный синий вот наши кнопочки они все есть нажимаем на одну вторую на мы можем любую кнопку найти в массиве здесь у нас методы массивов мы можем получить весь набор кнопок в нот листе или html коллекции преобразовать массивы работать уже с ними тоже можем ну и дальше вообще без проблем методы фильтр сорт но сортировка нет фильтр подходит потому что фильтруем массив по текущему элементу все кроме текущего мы новый массив даем новую массиву просматриваем где были синие меняем на черные все и так каждый раз будет несколько функций просто которые по клику отрабатывать вот вот ведь она обязательно да в чем смысл если кто-то до вчера сделал все домашние дома вот в этом принцип не обязательно но это опять же многие студенты спрашивают а если у вас еще задачки попрактиковаться ну да то есть лишняя практика вернее дополнительная практика никогда не бывает лишней так смотрим вопросы вопросов нет по 11 задачи ребят понятно по домашней у вас видео будет можно еще переслушать все шаги которые мы озвучили вот как это я давайте десятую посмотрим реализацию кнопки показать роль окей да без использования да да ну а сейчас поймем поле ввода но ну 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 я могу сказать с паспорта вы не получите самого value input паспорт вы не получите значение никогда на тонны и паспорт чтобы его не видеть но вообще никак менять я думаю нельзя потому что возможно я ошибаюсь конечно а тайп ну разве что так не методология тайп да как до этого пока там паспорт пока звездочки от получить то что вводится в или его не получите потому что это безопасность и то что нужно получается давайте посмотрим возможно и действительно я ошибаюсь это давайте мы пишем так и есть давайте на блюре давайте так смотрим что у нас все просто да тогда на меняете просто можете получить это дело но режим ввода импульс мод понятно введение валидация конечно запрос но это значит именно в королях я отстал от жизни прошу прощения все тогда вообще вопросами вот у вас все есть можете поверх меняем тип тот же и value остается паспорт что такое на самом деле смотрите а что еще хочу сказать по поводу форм никогда таким не пользуетесь но форма же отправляется по своему текущему состоянию но соответственно если у вас там какая-то кнопочка require и она не заполнена заходите в инспектор удаляйте require отправляется ну давайте я покажу сейчас о чем я имею нет и сам нет и допустим у нас require обновили горит заполните пожалуйста а не ну там давайте получаем магия инспектора а на самом деле все страницы кешируются в браузере она не будет подтягивать к коду где-то сервер как только но пришло к вам браузер она у вас вот такое как есть да вы можете менять и до валидацию на джессе не require это хорошая идея для нее хакеров но все равно проверять на джессе конечно да ну то есть это вот такие вещи которые с фронт-энда могут легонько у вас изменить совсем чуть-чуть много и не нужно опять же у нас вот это все давайте форма равно документ сейчас забылся в каком сейчас мы посмотрим на документе к я вам покажу есть у нас форма вот они формс 0 до документ формс нулевая форма но она у нас одна поэтому мы добрались форма вент-листнер у него события с одни это точно есть ну как вариант не забывайте что это метод ну по два раза потому что у нас тут еще и блюж срабатывает то есть это тот самый способ как вам проверить до отправки на сервер потому что джесс работает опять же в клиенте то есть браузере пользователя до отправки на сервер пока не перезагрузилась страница предотвращаете предотвращаете события и он пароли уже рецепт не было все и вот вам пожалуйста выводите сколько вам нужно раз ну и вернее получили проверили там все данные потом отправили вот тоже по отправке запросов больше на продвинутым пока только на уровне событий ну там уже ручьями запрос на сервер да 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 ну тоже руками и дальше на 20 ну а пока вот то что касается еще зачем можно иногда предотвращать события вот в таком варианте мы предотвратили отправку проверили на адекватность введенных данных и только потом можем отправить а если нет вы пользователям показали ошибки вот вот у ребят онлайне вопросов тоже нет еще будет вопрос по домашнему поем по материалу так и шо с табами есть набор табов при клике на 1 на верхнюю силу показываем определенный этап они по порядку будет правильно там второй классный значит тут второй должен показаться порядок порядок если меняешь порядок дата атрибуты айдишники тут уже то есть пожалуйста дата атрибута я показывал что это такое легально вешаешь дата атрибут к одному ко второму чтобы как-то связать если да ну но именно для таких ситуаций как хранить данные которые самому браузеру не нужны а вам нужны для обработки иногда там хранят текущий цвет нужную анимацию или еще чего то вот особенно в каких-то плагинах адресных которые добавляют анимацию слайдеры и так далее в дата атрибутах чаще всего хранится какая именно анимация как она должна срабатывать время ну и так далее то есть опять же чтобы при запуске легально это все считать и выполнить потому что другими способами как-то слишком накладно а так да дата атрибуты связали первый и второй ну меняем местами да ну на можете и там и там но нужно ставить такие дата атрибуты чтобы вы четко связывали верхний элемент из менюшки грубо говоря с нижним элементом контента можно одинаковое можно назвать но первая часть одинаковая дата тап такой-то меню тап такой-то контент и вы просто по этой первой части сравниваете тут уже куда воображение вам главное чтобы вы могли четко связать эти два элемента элемент меню и элемент контента а как вы их назовете и тоже да у нас не было примеров как таковых в коде сейчас но я думаю вы меня услышали вам тоже было понятно это я сейчас ребятам онлайн да не не спят слушают так мы же не можем тоже всех перерывать перебивать вот собственно опять же запросите там есть на нужная тема если у вас возникают вопросы по теории перед онлайн менторами попросите у курс координаторов ссылку на видео с субботних дополнительных по интересной вам теме там уже многие темы мы прошли события по моему события клавиатуры точно были причем я сам это не был на карантине в одной субботы я читал пока не по событиям клавиатуры это все дело но и многие другие там функции колбек функции массивы уже чё только не было а так все если вопросов нет тогда всем спасибо до свидания до свидания спасибо 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 Продолжение следует...